привет с вами link вы на канале гильдия леммингов сегодня рубрики toys я заканчиваю показывать коллекцию автолегенды ссср 4 последний выпуск по машинкам которые были популярны во времена советского союза и будем заканчивать вот с этой версии зиса я уже показывал это такой длинный как найти есть mercedes long это аналог только не mercedes а советский автомобиль здесь называется давайте глянем здесь 110 от компании diagostini модель 1 к 43 очень длинная база очень длинный автомобиль соответственно тяжелый тогда сплавов металлов было немного если они были вообще вот в основном все было в чистом виде и сталь с которой делали машины вот это было очень крепкая очень тяжелая так как ездила правительство порой там чуть ли не бронированная все это было вот и соответственно двигатели были очень мощные очень большие практически от грузовиков ставились помни из-за этого машина имели большой габарит большую мощность не такие были быстрые шустрые вот но были довольно комфортные и коллекционеры оценят очень красивые кто вот эта машинка немножко пострадала как вы видите такие вот пятнышки я не знаю то ли кислотой брызнули то ли еще чем-то каким-то растворителем вот так сильно это заметно но придало такой неприятный немного вид автомобилю вот но тем не менее можно посмотреть что он из себя представляет огромный салон просто королевский вот один ряд правда сидений хотя можно наверно было поставить в два как такая настоящая заправская карета лицом друг другу вот сзади имелся багажник к сожалению он не открывается вся серия игрушек просто цель налетая металлический корпус легенький очень не тяжелой машинке сами даже вот эта огромная машинка очень очень легкая просто несоизмеримо легкая с ее размером и если бы эта моделька была одной из тех которые были раньше при советском союзе ссср выпускала игрушки аналогичной то вес был бы раз в 10 наверное тяжелее чем вот это ну на ощупь как кусочек пластмасса то есть она практически вообще ничего не весит вот хотя вот это вот все металл это вот все металлические части весь корпус вот низ часть пластик и резиновые колесики и пластмассовые вот эти накладочки которые очень быстро отлетают вот ребят так вот выглядели раньше шикарные телеги которые сейчас заменены лексусами мерседесами роллс-ройсами бентли и так далее в общем майбахами всякими вот это вот майбахи того времени можно сказать ну и завершу я свой показ этой серии легендарной чайкой это тоже волжский автомобильный завод газ 13 ребят газ 13 или простонародье чайка это наверное самый шикарный на мой взгляд автомобиль который был ну наверное если еще зим можно сказать но на мой взгляд чайка была такая смесь ретро и современного что-то злое немного напоминает бэтмомобиль только сзади да если если бы он был чайка была содрана с какой-то иностранной машины по моему то ли форд делал эти тачки и наши советские автоконструкторы просто позаимствовали дизайн и он практически один к одному и в этом выпуске вот здесь у меня есть этот выпуск вы можете узнать с какого автомобиля вот первые образцы показаны вот какого автомобиля кто был донором и откуда он взялся а вот написано даже посмотрите вот это был прототип чайки пакард patrician 56 года видимо вот это вот машина явилась собой прототипом нашей легендарной чайки ну смотрите какая красавица здесь полностью история описана этого автомобиля салон все можно найти все можно посмотреть ну это конечно да не президентские салон все равно да на те времена это было просто царская вещь огромный мощный двигатель очень много ела эта машина у меня у одного знакомого он являлся счастливым обладателем этого аппарата и рассказывал много интересного но машина для использования в быту просто непригодна поскольку очень тяжелая стоит двигатель от грузовика то есть от газа тогдашних грузовых автомобилей газ и есть бензин просто ведрами этот автомобиль так как он очень тяжелый его надо было чем-то тащить стоял мощный движок и ел просто неприлично много вот но был предназначен для правительства которая платила за все это но роскошь себя оправдывает я так считаю в общем автомобильчик довольно классный и был автомобиль чайка я помню тоже при советской серии игрушек коллекционные автомобили и конечно вы смотрелся очень круто очень я помню был тяжел очень был огромен вот по сравнению с запорожцем ребят посмотрите то есть если там зим в полови в полтора ту здесь реально пол машины ребят пол машины при одинаковом масштабе это дает представление о размерах автомобиля салона и так далее в общем не всем смертным довелось увидеть эти машины и тем более только избранные ездили на них ребят ну это все что я хотел вам показать если вам понравилась серия журналы де агостини можете найти в любом киоске но не в любом в большинстве киосков это очень распространенная серия идут журналы к ней прилагается игрушка в журналах вы можете посмотреть описание и коллекционная моделька на подставке на вашей полке вот все хотел все что хотел показать ребят смотрите покупайте кому понравилось ставьте лайки с вами был линк всем удачи всем пока